МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии працу Александра Гаммоля. Глядите в этом выпуске. Сегодня у 30-й раз означается «Сусветный день братьбы со СНИДом». У Калинковича провели деталевый анализ криминогенной ситуации в районе, подставой для такой размовы послужили падею в двух вёстках, подчас яких потерпели люди. 40-годовый юбилей означал один из самых вядомых музеев в Беларуси – Ветковске. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У Калинковича провели деталевый анализ криминогенной ситуации в районе. Подставой для такой размовы послужили падею в вёстках Юровича и Шиеча, подчас яких потерпели люди. С фактами, какие были огучены на посаджение областной координационной нарады по борьбе со злочинностью, ознайомился Олег Синтеров. До этого дня такие нарады проводились у Гомеля, Речесы, Жлобини и Мазари. Наступным повинен был стать Рогачевский район, где у планы пришлось унести коррективы на фоне сегодняшнего приобщения криминогенного становища. В целом, по Гомельской области, в Калинковском районе, практически все покажки погоршились. В текущем году на территории района зарегистрирован рост преступлений по направлениям деятельности всех служб, а также преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость, в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетними. Кроме того, существенно увеличилось количество фактов причинения тяжких телесных повреждений в 7 раз. Подставой для проведения нарады у Калинковском районе стали падеи, какие отбылись у двух местовых вёстках. У Шиичих, у доме, который официально лечился нежилым, неколько месяцев проживала группа непрацующих грамадян, один из таких, до того, что находился в Международном вышеку. Местовые улады давидались об их, только после того, как незваные гости учинили массовую бойку с вязковцами. Еще горшой криминогенная ситуация оказалась у агрогородка Юровича. Только после того, как трое местовых же хоров одного одного вязковца забили, а еще двум нанесли тяжкие травмы, но я ей звернули увагу. Следующий комитет был вымышен навод инициировать проведение сельского схода, по часу какого выявлено еще неколько эпизодов злочинной деятельности. По судности, до статкова протягивая час, три человека тримали у постоянного страха целую вязку, а прочатого, подчас проведения оперативных мероприемств, правооховники нашли у одной из нежилых домов схованные полевничные патроны. Еще одна заувага, у адрес местового сельско-господарчика предприемства высветилось, что один из злочинцев здесь снялся в складу крадежей, об яких многие ведали, а ли они никакие действия не предпринимали. Так, на территории МТФ, расположенной в деревне Юровича, через два дня после убийства, 6 ноября, в 16 часов обнаружена кукуруза, обращает на себя внимание тот факт, что в это время на территории фирмы сторожевая охрана, а также иные работники отсутствовали вообще. То есть зерно кукуруза никто не охранял, к нему имелся беспрепятственный доступ неограниченного круга лиц. Особливая увага на кардинационной нараде, анализу причин, которые сприяли к криминализации Калинкевского района, беда и самая главная особенность взаимодействия между субъектами профилактики. Больше 20 державных структур так и не сдолили скардиновать свою работу. Складенные планы не выполнялись, а справоздачи не ответили речаисности. По выразе прокурора Гомельской области Виктора Морозова, у вынеку злочинцы ошалели от беспокоранности. События в Юровичах обнажили ряд проблем в части профилактики преступности. Я считаю, что излишне либеральная политика в отношении преступников со стороны правоохранительных органов в районе привела к такому чувству вседозволенности со стороны тех лиц, которые совершили тягчайшее преступление, убийство одного человека и покушение на жизнь двух других людей. По выниках посажения координационной нарады принятые решения, накереванные на активизацию деятельности всех субъектов профилактики, головная мета – стабилизация в районе криминальной ситуации. Олег Сентюров, Валерий Гопаньков, телерадио «Компания Гомель», Калинкевский район. Вядеж блог отказывай за слово. Гомельчане просят протягнуть до отказности видеоблогера Максима Филипповича. Он дозволил в собе зняважливое выказывание у адрес супрацовника МНС, який находился при выконании службовых обовязков. Пожарный тушил сгорание на территории предприемства, где у минула авторок загорелись одравляные отходы. Пожар был складан, а его ликвидацией займались целые сутки. На место сдарения приехал и блогер, ка б самостойно адлюстровать тое, что отбывается. Подробязности в наступном материале. Люди, которые поглядели трансляцию, в комментариях означали, что ее автор, как минимум, повозил себе неповажливо, а его тон был непромальным. До мужчины с камеры подошел пожарный, чтобы высветить, что он делает в зоне пожара. И вот, что отказал Филиппович. Размавлял блогер, видовошно упогарливым тоне, открыто провокующего ртовальника на конфликт. Пожарным оказался намесник начальника Гомельского областного управления МНС Сергей Новик, который, как зауважили многие, кто глядил это видео, проявил офицерскую вытремку. На видовошно открытое хамство. С боку блогера пожарный отказывал уравноваженно и ветливо до последнего момента. Пропонуем послухать еще один фрагмент. Ты, 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 нравится? Сынок, блин, что ты галкаешь, подходишь? Смельчайки. Манера Зносину выкликала бурную реакцию в интернете. Тысячи людей, а бурные поводинами стримера. Спроба зарабить сенсацию на ровном месте повернулась тем, что только за сутки больше как 1200 человек подписали петицию, у которой просит покарать блогера. И Кабьон попросил пробачения за свои поводины. Вот что каже аутор этого сворота. Почему это была составлена петиция? Ну, если вы прогнозируете сенсацию и вообще байне, да, то вот реально поведение этого блогера, ну, уже просто, это был край конец. Он уже просто достал всех. Когда человек выходит на улицу, пристает, вообще даже мало того, что на улицу, он выходит на пожар, там, где работают работники. И, ну, люди рискуют своей жизнью. И он что-то там начинает хамить. Да не то, что что-то там. Он просто провоцирует их, оскорбляет. Я думаю, это от всех за дело. А вот некольки фактов с биографией блогера. Максим Филиппович удельничал у выборах у Мясовой советы депутатов в 2018 году. До этого был осуджен партикулью хулиганства. У ответственности с артикулом 99 Криминального кодекса Республики Беларусь по показанным присуде судимости немае. Что касается петиции, появившейся в сети интернет, то она также поступила в ОВД Гомельского облсполкома, зарегистрирована и будет приобщена к материалам данной проверки. В ходе проверки мы дадим правовую оценку действиям видеоблогера. И в случае, если будет установлена его вина, будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Александр Гамоля, Вольга Коновалова, Сергей Лукашук, Телерадо, компания Гомель. А также повышение культуры открытых диалогов. Об новых правилах публичных выказываний в интернете – наступный материал. У положения Саумина у Сера сломачена докладная и прозрительная. Попередняя идентификация необходима при створении кристальником улакового записи на интернет-ресурсе. Для этого нужно заключить договор. Например, чтобы активировать улаковый записи, кристальник отримает смс-кодом на указанный при заполнении погоднения номер телефона – в соцсетку или на почту. Способы, которые позволят идентификовать человека, владельник интернет-ресурсов, означает и пропонуя сам. Он будет нести отказность, независимо от того, какую форму идентификации выбрали комментаторы. Специалисты подкресливают, что смс-верификация – наибольший эффективный и широко распространенный способ. Он используется как при регистрации ликового записи в соцсетках, так и на большинстве интернет-ресурсов. Важное удокладнение – на один номер на каждом сайте або форуме можно будет зарегистровать только один логин. Далее. После активизации ликового записи, кристальник может размещать на сайте поведомления або материалы, утымлику, комментарии и до поведомлений у инших кристальников интернет-ресурсов при умове ауторизации на сайте. Для этого требует вести логин и пароль, указанные при регистрации. Когда уладательник интернет-ресурсов отримает у полноваженных держорганов, звездки про то, что кристальник при регистрации аккаунту увел и лживую информацию, то погоднение может быть скасовано у однобаковым парадку. У нового увядения есть некольки метов. По-перше, антикриминогенные. Это продухеление права порушения в интернете. Процедура попередней идентификации дозволит минимизовать для уладательника ресурсов разыки, связанные с размешением кристальниками с управлением информации. По-другому, тут есть и культурно-моральный аспект. Треба повышать узровень правовой культуры, поводенного в интернете. И не варто забывать, что на большинстве интернет-ресурсов уже иснует какой-нибудь вид идентификации кристальников, который нечто комментирует на сайте. С парадком попередней идентификации кристальников интернет-ресурсу можно ознайомиться на национальном правовым интернет-портале Беларуси «Право.Бай». На торги по сниженных ценах выставляется нерухомость открытых акционерных товариств «Гомеля Былбуд». Ближайшие аукционы пройдут 11-го и 17-го «Снежня». На их будут представлены объекты в Жлобине, Рогачеве, Добруши и поселку Каранёка Гомельского района. Явгиня Кухаронак с подробностями. Пожатковые цены снижены на 25% в списе на продаж администрационные будинки, промысловые пляцовки, складские, помешкания, гаражи и шерох объектов под вытворчие меты. А кроме того, на аукцион выставляются будовничные обсталевания и транспортные сродки. У сего около 50 лотов. Очень много интересных вариантов, конечно, строительной техники, которая достойна внимания. И в хорошем состоянии. Автобусы, специализированная техника. Подробностями ознайомиться с пропановами можно на сайте Гомель Аблрекламы, организатора торгов. Заяву на уделу в ближайшем аукционе необходимо подать до 7-го «Снежня Уклюшна». До того ж, Гомель Аблбуд выставляют на продаж 4 поверхи администрационного будинка у областных центра. Объект, площадь 2,5 тысячи квадратных метров, находится по адресу Малышука, 12. Очень хорошая пешеходная и транспортная доступность. Перед зданием имеется парковка автотранспорта. Есть гаражи во дворе. Просторные и в хорошем состоянии. У промысловой зоны областного центра по улице Барысенки есть еще один объект. Гомель Аблбуда худко выставить на продаж. По куль специалисты проводят оценку нерухомости. Однако ладальник майомости готовы выслухать пропановы от затекавленных особ. Контактные телефоны на экране. Евгения Кухаронна, Кихар Марышченко, телерадо, компания «Гомель». Сегодня в 30-й раз означается Сусветный день борьбы с оснедом. На передаду проблему профилактики ВИЧ обмерковали у областных центра гигиены и эпидемиологии и громадского здоровья. Про тяг темы в наступном сюжете. По огученной информации, за 10 месяцев года в Гомельской области выявлено 675 новых выпадков захворвания. Это амаль на 20% больше, чем год тому. Передумова по величине больше охоп насильництва доследованиями на ВИЧ. Все лето про свой статус доведались больше за 370 тысяч жихоров региона. Зараз в области проживая свыше 7 880 человек с позитивным ВИЧ-статусом. Адметно, что в опошние годы изменился шлях передачи вируса. Зараз амаль за уседы, половы, а так само социальный портрет инфицированного. Средневный портрет сегодня ВИЧ-позитивного это, будем говорить так, не из группы риска. Это человек работающий, то есть не безработный. Человек семейный. Вот что даже в этом плане немножко обидно. И возраст 40 лет и старше. То есть вполне достаточно обеспеченные, уверенные в себе люди, которые иногда совершают некоторые оплошности, приводящие к инфицированию ВИЧ. ВИЧ-поуновартосная здоровая житю ВИЧ-инфицированным допомагает анти-ретровирусная терапия. Она доступна усим. Галуны отзначают медики «жаданья». На особливом контроле тяжарные женщины с остановчим статусом. Лечения дозволяя им нарожать здоровых детей в 100% выпадков. В уголе леки у регионе зараз отрымливают больше, как 5000 человек. Конечно, это не та цифра, которая доведенная Министерством здравоохранения, я вам говорила, до 7339. Вы знаете, все социально адаптированные слои населения до нас дошли. Слава Богу, и мы вызываем и работаем с ними. Но остается неадаптированная прослойка населения, недостигаемая. Это пациенты, которые находятся в Российской Федерации. Группа пациентов, которые находятся в местах лишения свободы. Нарочи доведаться про свой ВИЧ-статус, просто экспресс-тест можно набыть у аптекции. Максим Савин, Алеса Рузянкова, Игорь Марышченко, Телерадио-компания «Гомель». А ты готовы протягнуть руку ВИЧ-инфицированному? Такое питание вынесли на обмеркование у Гомельским медкаледжи. Выкладчики и наученцы вырешили звернуть увагу на питание стигматизации и дискриминации людей с ВИЧ-позитивным статусом. Стигма литерально перекладается как клеймо. Эту социальную метку ставят на людей, которые имеют некие отразления от других, физические, расовые, религийные и иншие. Ее носбитам приписывают негативные рисы. На жаль, широкая стигматизация проявляется у относенных ВИЧ-позитивных людей. Что допоможает переодолеть в громадстве необгрунтованные стереотипы и страхи и забеспечить ровные махчимости. Об этом ишла размова по час круглого стола с делом медиков, психологов, а так само представников громадского обеднания Люди Плюс. Причем в остро стоять пытание не только внешней стигмы, якая заходится от громадства, а и внутренней. Есть еще такой момент как внутренняя стигма. То есть люди, которые живут с ВИЧ, главный компонент, наверное, который не позволяет им влиться в социум, это внутренняя стигматизация. То есть они не считают, что они несколько другие. И вот этот барьер, который есть между ними и всеми остальными, он прежде всего идет изнутри. И именно он мешает им во многом влиться в социум. Юбилей 40 годов означал один из самых ведомых музеев Беларуси в Ветковске. Музей староверства и белорусских традиций носит семья Федора Шклярова. Миновита по его инициативе и на основе уластных коллекций и был створен этот уникальный объект культуры. На юбилейной встрече побывала Марина Джалая. Музей был заснован 30 листопада 1978 года. Первая постоянная экспозиция была открыта 1 листопада 1987 от реставрован и добудованный историческим особняком доме купца Горошкова. Сегодня музей это доследовый и освещительский центр региона в Галине традиционной культуры. Галина с великим захоплением и горшим энтузиазмом. На пытании где лепш за все записать интервью Галина Нячаева подвела нас до этого места. Недавно она почула меркование, что каждый музей должен иметь свою джаконду и вы решила, что этот образ должен належать иконе. Никола Отвратный это икона XVIII века таинственная. Эта иконография считается ветковской и в энциклопедиях представлена как ветковская. Но тайна здесь есть, потому что тут написано Никола Отвратный и же в Москве. Москва не удержала этой традиции, потеряла эту иконографию, а здесь ветковчане наши предки ее сохранили. Икона XVIII века сохраняет и сочетает древние византийские черты искусства нового времени. Рококо именно в Рококо украшено и Евангелие в руках святителя Николы и его Риза вот эти золотые розы ветковские. Смотрит он сурово за левое плечо того, кто перед ним молится и отвращает все левое. Директор филияла Брандского Державного Университета у Новозыпкова Виктор Мишенко у ветковский музей в третий раз. Кожный приезд с захоплением знакомится с новыми экспонатами. И снова означает, что душа этой установы ее директор Галина Нечаева. Жизнь в музее сохраняется благодаря тем энтузиастам, которые в них работают. Потому что, я думаю, без Галины Григорьевны история ветковского музея не была бы так широко известна за пределами ветки. Потому что ветка это исторический бренд. Ветка это центр старообрядчества. Ветка это Галина Григорьевна. Повеншовать коллективу приехало множество гостей из Беларуси, России и Украины. Ины удельничали у международным круглым столе, ки тут провели у першыню. Однодумцы потялилися на працовками и способами на запашивание и анализу материала об культурной и фольклорной спадшине. Потом прошлися по музейных залах. Тут представлена мастацкая культура и творчость некальких народных традиций региона на паудневом у сходе Беларуси. У фондах уникальные коллекции староверских образов, рукописных и староадрукованных книг 16-19 стагодя. Коллекции ткацтва, археологии. А кроме того, у музея денечший отдел рестаурации и адраджения рамеуствов. У Беларуси таки одины, які знаходятся у районным центры. А у фондах музея уже 12 тысяч экспонатов. Их колькасть расте. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио компания Гумель, Зветки. Студенты Беларусско-Ганлёва экономичного университета с поживецкой кооперацией створили уласное телебачення. Удел в международном проекте дозволил набыть дорогую технику, собрать креативную команду и почать сдымочный процесс. Причем у Ганлёва экономичном университете Гумеля факультета журналистики нема. Сегодня в аумовной сет священне некольки программ. Дайджесты новин, опытанья и ток-шоу. Рыхтуют студенты и эфирные версии концертов и конкурсов. Аудитория канала студенты университета программы трансливают наголовные экраны по всей ВНУ. Сашить за життем альмаматор можно и в интернете на официйном ютуб-канале и в социальных сетках. Эта иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи у эфира.